Тема сегодняшнего видео, что пандемия, либо последний год 2020, начало 2021 года, кризис и все это вытекающее отсюда, что этот период раскрыло о норвежцах и Норвегии. Потому что, как известно, все пандемии и кризисы, они просто показывают тенденции, которые должны были произойти немного помедленнее, либо попозже, они их просто раскрывают галлопирующе, скажем так. Итак, первое, это что Норвегия полностью зависима от рабочих иммигрантов. Представляете, что в Норвегии работает 250 тысяч рабочих из других стран, в основном из Евросоюза. В то время как в той же самой Норвегии 200 тысяч зарегистрированных безработных и 350 тысяч получают пособия по инвалидности. Представляете, какие масштабы? А когда прикрыли все границы, выяснилось, что, оказывается, шведы строят ослы, работают в барах, что это другие национальности работают на платформах и судостроительных верфях, либо филитируют рыбу на заводах, либо работают дальнобойщиками. И тут пошли проблемы. Тут же вытекает вопрос, так что же, у норвежцев проблемы с рабочей моралью, либо это циничные предприниматели, которые выбирают более дешевую силу, и которая не такая требовательная. Считается, что Норвегия это, по сути, light Kuwait, но в Европе, то есть зависимо от рабочей иммиграции. Второй пункт – это норвежское доверие к своим властям. То есть они, в принципе, по сравнению с другими национальностями, безропотно доверяют своему правительству, чтобы оно не предпринимало. В то время, как в той же самой Дании были протесты против мер во время коронавируса, в той же самой Англии только один из четырех выполняют предписание карантина. А в Норвегии, видимо, потому что действительно не так уже сложно выполнять все предписания, поскольку знаешь, что ты защищен, и без куска хлеба ты не останешься, поэтому все, в принципе, выполняют, что требуется. Ходят гуськом, моют руки везде, даже в тех регионах, где нет особой заразы, все выполняют предписания. Хотя, конечно же, как я уже говорила, это намного проще, чем в той же самой Италии, где, в принципе, все позакрывали, а людям есть надо. И поэтому тихоря начали открывать рестораны. Здесь это бы не прокатило, поскольку, ну, сложили бы сразу, сложили бы сразу, это 100%. И, кстати, солидарность это вытекает и в то, что, если даже те были противники всего этого, например, в то время, как закрыли все дачи, не разрешали выезжать на дачи, это было, наверное, апрель прошлого года, во время Пасхи, то многие воспротивились, как это так, и их обвинили в эгоизме. Следующее, такое понятие, как авершун мутризику. То есть там, где вроде бы и нет заразы, все равно все руки мыли, потому что есть страх. То есть на авось здесь полагаться не хотят. Есть у них такое чувство обезопасить себя всевозможными способами. Следующий пункт – это разделенный народ. То есть напомнило опять о том, что большинство-то едят картошку, а не суши. Очень многие, конечно же, возмущались, что они не могут выезжать, как раньше, по выходным за границу, либо ходить по ресторанам, по концертам. Но считается, что, оказывается, большинство-то людей живут простой жизнью. Их, если не касается работы, критис этот ничем не удивил. В том плане, что они все так же ходят на работу. Они не ходят по ресторанам, а готовят еду сами, либо покупают take-away какой-нибудь там, junk food. Что дети у них не выезжают на отдых за границу, либо в лагеря. Все дома сидят. То есть это большинство норвежцев. И следующий пункт, это все-таки, что различия в социальных классах Норвегии растут. Например, в том же самом Осло цены на недвижимость повысились на 12% в 2020 году. И в то же время повысился сбор инкасса, то есть должников. Те, кто не платят вовремя за электричество, за коммунальные услуги, их процент очень повысился, согласно данным. То есть у норвежцев нет буфера экономической подушки безопасности. И это все, кстати, показалось себе во всей красе во время пандемии. На этом я видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok